Вы слушаете Радио Болткома Утро на Болткоме Утро на Болткоме Доброе утро Правда ли, что оборот контрафактной поддельной продукции наносит ущерб латвийскому бюджету, латвийской экономике в 45 миллионов евро в год? Да, но это только прямые потери Это потери, которые уже подсчитаны Подсчитаны, да, подсчитаны по тому, что изъяли таможня и так далее которые, ну, знаемые А есть еще и косвенные потери Это потери от умучения объема рынка местных производителей И это не созданные рабочие места Это не заплаченные налоги и так далее Эта сумма, она еще более большая, чем 45 миллионов И в общем, это в Евросоюзе Бюджетом государства Евросоюза Общие потери, которые создают подделки Она уже около 27 миллиардов евро Отмечается очень тревожная тенденция Что среди молодежи возрастает так называемое Осознанное приобретение подделок То есть люди понимают, что они приобретают контрафактную продукцию Они сознательно идут вот на это, ну, скажем так, преступление Вот что сейчас, какие меры предпринимаются против этого Информирование, убеждение Ну да, основная мера это информирование Так как среди молодежи особенно, может, не очень более интересует этот престиж Престижная марка, чем желание задуматься о следствии такой покупки И тогда мы, ну, стараемся информировать И разъяснять, что каждая такая покупка Это не только может быть просто, ну, на ветер выброшенные деньги Так как в основном эти подделки, они некачественные Они быстро ломаются или разлетаются И они также могут наносить прямой урон здоровью употребителя И это не только из-за косметики, скажем, которые употребляют в контакте Но и одежда Ну, что касается одежды, ну, не секрет Мы живем в обществе потребления, в котором ширится растет брендомания И опять вот эти вот большие буквы стали весьма популярны Но не всем хватает денег, а хочется, ну, извините за пониженную лексику, понтоваться И мне известен даже весьма обеспеченный человек, который в кругу друзей, в общем-то, даже гордился тем, что купил поддельные часы Оригинально они стоят там тысячи, тысячи, тысячи А он купил условно за тридцатку евро в Турции где-то И прям показывал, смотри, вообще невозможно отличить То есть желание покрасоваться, оно все-таки превалирует на данный момент? Ну, конечно, оно есть, это желание покрасоваться Но, ну, да И на это и работает вся индустрия подделок Что они максимально стараются создать похожие Ну, чтобы было трудно отличить Чтобы тот, кто не знает, может из заблуждения купил И бывает так же, да, что осознанно покупают эти подделки Ну, среди молодежи есть, конечно, такой тренд, если так можно выразиться Что не дадим деньги большим корпорациям Да, зачем нам это своими покупками Там большие производители, которые так уже жутко богаты и так далее И мы лучше будем покупать какие-то более дешевые товары Это тоже есть такой революционный подход Но в основном тут надо понимать такие вещи Что уже мы упомянули в начале Что это урон экономике И, скажем, если речь идет о молодых людей О их будущих рабочих местах Которых просто не будет Это и тут еще очень важный аспект Что производство подделок идет в руку с организованной преступностью Да, это способ отмывать грязные деньги Это способ получать еще плюс доходы Для совершения, ну, каких довольно тяжких преступлений Работа, современная работа торговли И распространения наркотиков и так далее Самые популярные товары, которые ввозят в Латвию Ну, вот именно контрафактные Именно поддельные Помимо, не знаю, там сигарет Хотя тоже, кстати, раньше ввозили из Белоруссии Наверняка ситуация на рынке поддельных сигарет поменялась Но, тем не менее Самые популярные поддельные товары в Латвии Это что? Ну, самое популярное Это одежда Обыдь Электроника Косметика И очень вырос в последнее время нелегальный рынок медикаментов Откуда появляются эти медикаменты? Известны ли случаи, когда действительно был нанесен фатальный урон здоровья? В Латвии таких случаев неизвестно Но есть таможня Есть задержки Но когда таможня Раскрывает там Такие И изнимает Левые, да, медикаменты Подделки Лекарства Довольно больших объемов И, ну, там производство Ну, это Такие Лидеры по такому производству Это Китай Это Америка Южная И очень растет Очень активизируется Африка Северная Африка Скажем, Йемен Которая Ну, там Весьма Такой Развитый По расследованию Бюро Интеллектуальной собственности Евросоюза Это Такой развитый путь Подделок В Евросоюз Через Через Йемен И там Также И производятся Эти вот Так называемые Лекарства Да Которые Подделки И, ну, нетрудно представить В каких В каких Ну, этих Объемах И в какой Обстановке Это все Создается И какой состав Этих лекарств А как распознать Действительно Отличить подделку От подлинного Вот Одежды Игрушек Лекарств И где Можно приобретать Вот С гарантии А где без гарантии Ну, это Конечно В первую очередь Надо смотреть Ну, первый сигнал Это цена Когда Ну, как Ваш коллега Сказал Если Там Часы Которые стоят Тысячи Вдруг за Тридцатку Вам предлагают То это уже Ну, довольно Такой Понятный Сигнал Что это Подделка Второе Это Конечно Где вы Приобретаете Или где-то На рынке Или Ну, все-таки В магазине И Также Надо смотреть Интернет-платформы Которые Вы приобретаете Или это Уже Ну, такие Проверенные Из Интернет-магазины Или Это такие Однонетки Которые Создаются Просто Ну, как раз Для Продажи Подделок Какие существуют В Латвии Наказания Как для Торговцев Так и Для Покупателей Ну, тоже Самый Поддельный Одежды Или Аксессуаров Лекарств Да всего Ну Там Одно Наказание То, что Это Подделки Когда их Таможня Раскрывает Они Конфицируются И Скажем Человек Просто Теряет Ну Он Заплатил Деньги За свой Заказ Он Теряет Деньги Это Одно Наказание Я Не Смогу Вам Рассказать Какие Производители Предусмотрены Наказания За Подделки Но В общем Реже В Латвии Довольно Редко Стречается Случай Чтобы Делать Подделки Здесь На месте Ну Есть Но Иногда Это Алкогольные Напитки Но Другим Таким Товаром Такой Информации Нет Я Понимаю Что Вопрос Заключался Занимается Таможня Такими Делами Да Я Понимаю Что Вопрос Прежде всего Заключался В том Что Человек Который Покупает Вот Эти Товары Какое Наказание Ему Грозит Если Он Покупает Осознанно Подделку То есть Можно Либо Привлечь К ответственности И Какую Ответственность Он Несет Не Ну Он Сам Себя Наказывает Тем Что Он Во-первых Может Потерять Потерять Заплаченные Деньги И Во-вторых Он Приобретает Товар Который Опашен Для него Сого Для его Здоровья Иногда Если Это Запчасти Автомобилей И Подделку Он Хочет Свой Автомобиль Скажем Ставить То Он И Может Ну Не Только Себе Ну Он Становится Потенциальным Убийцем На самом деле Если Это Что-то В ходовой Части Автомобилей Не Дай Бог С Нами Андрей Иван Иванович Эксперт Патентного Ведомства Мы Мы Говорим О Подделках Скажите Господин Иван Иванович Ну Такая Нередкая Картинка Для Западных Скажем Городов Очень Сильно Темные Ребята Бывает На каких-то Скатертях Полотенцах Раскладывают Ну Условно Там Поддельные Ну Явно Ну Понятно Ремни Там Сумки Солнечные Очки И Как только Кто-то Подает Сигнал Что Приближается Полиция Они Там Дергают Заголки Все это В узелочке Сворачивается Они стоят Вроде как Просто Загорают Там Курят И все Такое Прочее У нас Такого Нет У нас Такого Не Наблюдается Это Благодаря Самоотверженной Работе Таможни Это Благодаря Законодательству Ну То есть Что-то Ввозится И об этом Известно И Выясняется И изымается Но Тем не менее В открытую На улицах Это Не Продается Да Ну Мне кажется Что это Такая Ну Традиция Так как Ну У нас Есть Ну Коллеги Из Таможни Они Рассказывают Что Эти пути Все равно Есть И они Скажем Изымают Подделки Целыми Контейнерами Которые Возятся С целью Их Продавать Здесь Да И Так что Ну Есть просто Наверное На улицах Уже Это И Я думаю Люди Не Не Очень То И Доверяют И Этот Там Бизнес Вряд ли Им Удастся Будет Удаваться А Есть Страны Где Это Более Так Приемлемо Да При всем при этом При всем при этом Как уже Мой коллега Сказал Растет Число Осознанных Покупок Контрафакта В интернете Как раз Интернет Платформы Они Их роль В распространении Ну Пандемия Она Да Она Это Вот эту Часть Она Очень Дала Такой Толчок Развития Так как Большая Часть Покупок Перешла В интернет Среду И Она Да И выросла И это Среда Тоже Где Более Легко Обманывать Покупателя И Среди Скажем И Молодежи Почти Что 40% Признают Что Им Очень Трудно Распознать Эта Подделка Им Предлагается Или Просто Это Какая-то Такая Большая Скидка И Очень Заманчивая Цена И Очень Хорошая Картинка Там Кроссовок Или Чего-нибудь В таком Случае Цель Компании Поддельная Реальность Она Какова Ну Эта Компания Она Проводится Уже Пятый Год И Цель Неизменчива Акцентировать Внимание И Разъяснять Как Не попасться В Сети Подельщиков Почему Все-таки Лучше Покупать Оригинальный Товар Что Все-таки Производитель Оригинала Он Несет Ответственность За то Что он Производит И В случае Каких-то Поломок И так далее Есть Возможность Возврата Или День Или Товар И так далее Что Отсутствует Абсолютно В подделочном Рынке Остерегайся Подделок В принципе Вот этому Посвящена Компания Поддельная Реальность Под девизом Оценивай риски Выбирай Неподдельный Сюрприз Вчера Она была Запущена Седьмой Год Подряд А как раз Вчера Отмечался Всемирный день Борьбы С подделками Так что Тема Контрафакта Актуальна Не только В Латвии С нами На эту тему Беседовал Эксперт Патентного Ведомства Андрис Ванеджин Огромное Спасибо Успеха Хорошего дня И успеха В борьбе Ну а у нас Небольшая Пауза После которой Обещанный Гость Кинорежиссер Роман Качанов Известный По фильмам Ну например ДМБ Даунхаус Вот он Создал И сценарии И снял Ждем Романа Радиоболтком